Субтитры делал DimaTorzok 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 летом на поезде 3 ну да на поезде почти 3 но там остановки на поезде где-то на станции вот так вот ну единственное я смотрю ролики комаров там вижу много у вас да как комаров нормально комаров так у нас комары то не не такие как у вас город у нас комары то не хорошие они такие у нас в городе не маленький вас там сядет пищит у нас он сядет его сразу видно что он его прихлопнешь потихоньку у нас они такие жирные взрослые комары хорошие желтые такие и у нас городе у нас городе у нас перестали комары летать вы знаете почему я делаю свои выводы такие люди едят мою модифицированную пищу и комары уже эту кровь человеческую не пьют я вот два года уже ни одного комара не видел это все конец вам надо куда-нибудь или к нам переезжать или что у вас совсем неблагоприятная там обстановка а у нас комаров летом полно так мы даже их не замечаем ничего не летает жужжат но села на ухо хлопнул по уху все пришибали улетела а сейчас весна начнется у нас клещей бывает придется вечером там клещей выбираешь там до десятка можешь снять с себя но ни один нет у нас заразных все у нас экологически чистые комары и клещи нету и самолит их нету так что все у нас хорошее такое мы это весной перебираемся тоже деревню я думаю на постоянное место жизни у нас тоже глубинке деревня такая у нас дом там все пруд рядом 200 метров от дома вот дубовые рощи там черемуха кругом тоже хорошо ну вот деревня есть деревня в городе жить никак нельзя я когда осенью ездил был в москве пожил там ночевал ночью одного племянника племянник сестры сын там живет но я меня тятя тять хоть бы на спасти ну давай хорошо договорились вечером где там я в на метро он подъехал на машине после работы время было уже семь часов он только кончил работу работает в каком-то там институте он закончил там это бауманском что ли он учился не знаю какой то но то полувоенная какая там они что-то это делают но он встретил пока мы доехали до дому приехали домой уже было 9 10 час это полтора больше времени ехали там ну все пробка стояли все жена еще не вернулась с работы жена вернулась 10 часов но что было там поужинали все утром они встают уже в шесть часов встают под седьмого выезжает на работу и это каждый день такое какая-то жизнь я говорю себе вас здесь жить на десятом этаже купили квартиру они там ну квартиру купили там в этой по ипотеке там это это на несколько лет там это петля на шею и это говорится жить я говорю у вас это только если за какое-то преступление осудили бы не надо сказать вот будешь жить здесь вот и вот так туда ездить на работу с работы вот в такой обстановке жить это хуже на 1 лагеря ну какой никакой жизни нет и мне когда дома не сварить не пообщаться между собой ничего нет ни по какая-то молитва они приходят приезжают только поужинали нужно стало за столом засыпает какая-то жизнь ну а я устал утром встают пять часов стали мы до шести часов помолились пока почитали 6 часов затопляю печку поставил завтрак завтрак варить к семи часам завтрак сварился я позавтракал полосьмого выхожу свои пасты бессловесные окормлять пасту бессловесно они уже ждут все походил я где-то до десяти часов зашел сел там что или включился послушать или почитать сильно устал лег на пол здесь кинул полушубок возле печки полежал отдохнул спокойно хорошо а городская жизнь какая-то жизнь это так это суета одна суета я вот общаюсь с людьми проезжают ко мне люди я говорю ну а в суете вот в этой и люди не могут объяснить просто-напросто я минуты вот бегаешь что целый день а результаты планы какие вот этих побегушек и всех понимаете люди не находят ответа люди насовица насовица а конечного результата плода плодов никаких нету это вот научили так жить людей в советское время было так что в колхозе работает кто-то там хороший кузнец или там скотник ну и награду давали что отправляли на всесоюзную выставку в москву на в днх и собрали делегацию с нашей деревни одного значит там он был кузнец а в то время его отправили все провожали в этом деревне это же такое событие в москву потеряет и едет человек но ему на ты там смотри семён хорошо смотри как там в москве что приедешь чтобы расскажешь ну и вот он когда приезжает опять все собираются ну к семён как там в москве то он говорит знаете она москва не настоящая то есть то воображение которое было не оправдалось люди говорят какие-то все горят друг друга не замечают бегут горит бегом на ходу горит пирожки едят я горит здороваюсь никто не здоровается со мной такое впечатление что она не настоящая там настоящая жизнь в деревне говорит тут у нас настоящая потеряем в москве говорит нет там не настоящая больше но мы живем мы живем вот заехали третий год живем в новой квартире еще до сих пор никто не знает кто там за стеной эти живет люди сторонятся друг другу то что не здороваются сторонятся друг друга бояться понимаете как вот так а у нас так было что приехали в этом году к нам новые жители вы с города купили домик там было но подремонтировали там то что было там игнать тихонов со своими там лагерными работниками вокруг там уже заросли вычистили все это все но и решили значит хозяйка надо осветить дом бачка воскресную службу после воскресной службы мы идем я впереди иду со мной алтарник мой идет ерема помогает мне а все идут еще сзади там метров можно 20 мы вперед подходим к нему домику то а домик у них на замке закрыты а ерема говорит батюшка я не понял а че это такое ягра что а почему у них закрыта на замок то есть он родился там уже парнишка учится в седьмом классе и он до того удивился а почему они на замок закрывают то есть у нас не закрывает на замок а ушел палочку поставил а то и вообще ничего вот так вот оно такое принципе и в городах раньше было особо людей я помню в детстве еще лет тридцать назад убежишь на улицу родители все что дверь-то забыл с собой захлопнуть раньше и в городах такое было вот а сейчас посмотрите двери ставят как в танке бронированные какой там зоте ставят того не взорвешь не проплешь ничем металлические до двойные еще ставят двери это войны до войны и в двери станет тройные и четверные замки то есть отверг на низа стоят такие замки там с такими секретами что как в сейфах банковских они понимаете человек человек не понимает что он у меня родственница вышла на крыльцо и упала замертво сосуд сердце абсолютно здоровая была девушка там я не знаю и 40 лет еще не было она вышла на крыльцо откусила яблоко и замертво упала и никакие замки никакие двери тебя не спасут эти жизнь деревенская меня спрашиваете встречается бачка ну как на вас там санкции касаяга какие ну вот там объявили что там санкции там это ты я говорю ничего мы не слыхали какие что-то говорят ну а как они могут на нас влиять мы картошку насадили собрали на меня в погребе лежит там что овощи все заготовлены лежат мясо она у меня в загоне бегает мясо как они но пусть они ничего там мы и американские никогда эти как называют ножки в уши мы не покупали ничего не нас никак санкции никак польские яблоки они никогда не нравились это деревянные какие-то просто деревянные подслащенные искусственные яблоки а наши в яблоки пожалуйста они есть берем сейчас можно перебью а то забуду я вот недавно человеком человеком с одним ну вопрос таки завели я собираюсь в деревню поедем козочку там заведем да сбок вот он выбить что-то это там типа не рентабельно курей коз заводить это накладно типа лучше пойти купить молоко вот одержать это очень сложно держать козу там или баранов вот ну реально реально сложно или это не настолько сложно вы как специалист что можете сказать не но и если кто-то может ухаживать ходить хотя коза за ней нужно уход нужно напоить ее на корму дать подоить а козье молоко оно имеет свойство ну то есть полезности целительное что когда прямо ты буквально в течение нескольких минут после дойки ты должен выпивать а если она постоит там полдня день то она теряет свои качества поэтому где-то ты купить это она и дорога сегодня на литр козьего молока этом сотня то есть за сотню стоит литра поэтому если вы в деревне есть кто-то может там мама или кто-то ухаживает то это хорошо нет он не он никак не обещал за него и там уход какой-то нужно какой уход вот люди держат собаку во дворе ну и тоже надо попить там дать надо и поесть дать убрать там за ней надо но заказу что там особый уход там не особого никакого не надо было бы корм только сир на зиму то где-то но сено заготовить сколько там какие-нибудь ясси а в саге купить его фермеров каких дать там и все не стайка должна быть теплая стайкой козе чтобы не было главное сквозняков чтобы не было вот это все но и она скажем так животное очень покосливая если она вырвется там где она может подгрызть там яблоньку подгрызть там розочки посрывать где она сразу что-нибудь такое делает вот она должна быть или на привязи или в такой стайке чтобы она к соседу не залезла в огород а то с соседями навсегда можешь из-за козы потерять добрые отношения а сколько я вот знаю допустим на корову надо 2 гектара по моему на лето 2 гектара нужно да вот пастбище на козе сколько надо но мы как-то не считаем это бы я даже не знаю мы не высчитываем сколько на сколько надо столько и заготавливаем чтобы хватило на зиму примерно знаем вот на 150 овец мы уже знаем сколько сенотюков заготовить заготавливаем так чтобы было запасом я почему спрашиваю просто у нас там деревне там особых-то пастбищ нету таких чтобы скотину пасти а у нас вот мы купили там участок у нас есть около гектара своей земли то есть она пустой там не трава растет хватит ну козу гектара это хватит с избытком не на одну козу даже больше еще хватит что там она кота это немного она немного съест поэтому хватит купите попробовать если будет нет продать можно или что там с ней уже если тяжело будет кому-то ухаживать если на ему держать ухаживать опять же ухаживать это доить основная задача подоить кормить поить доить смотреть чтобы было где сарайка куда загнать ее чтобы хлеб был так говорит вначале говорит построй хлевину а потом заводи скотину такая пословица есть чтобы сразу где-то и было чтобы ее дождь не мочил там ветер не продувал все есть у нас хлеб есть у нас ну и все-то бог в помощь только и все да спаси господь раньше раньше 8 вот еще мы сейчас у меня друг был мы разговариваем еще 25 лет назад это была фантастика люди воду били из-под крана а сейчас воду покупают люди понимаете сейчас нет источников чтобы где-то написать ее надо покупать только где это такое 30 лет назад 20 лет назад фантастические книги тут писали об этом а у нас источники в каждом дворе свой источник у меня свой колодец выкопал это уже 20 лет я им пользуюсь вода прекрасная в каждом дворе свой колодец все спокойно сейчас в интернет а у вас вас близко близко вода у вас близко у меня колодец всего семь метров где-то ну воды сейчас имеем метра на два в нем где-то метра на два кота кубометра два вполне хватает воды но когда бывает засуха немножко уровень падает а когда хорошее лето допустим весной но земля напитается влагой летом бывают дожди то уровень воды в колодцах поднимается я хотел сказать мужчина показывает в интернете большая тележка нагрузил всякие банки воду продают и отвез в лабораторию исследует ни одной банки не нашли которая была бы без отравы а ее детям дают там такие добавки дают все до одной показали поэтому эти банки что продают это не гарантия что у тебя хорошая вода но бывает такое где-то как вот здесь катунь они берут ее в горах прямо из реки вот там вопрос другой а то что они искусственно ощущают и там добавки химические это не гарантий никаких нету конечно они даже очищают вместе с очисткой удаляют оттуда все полезные вот эти вещества в воде да а у нас она идет со всеми солями какие есть они как раз требуется для организма вот я насчет комара хотел сказать припоминается мне рассказ один братья бондаренко они пишут сказки медведь лежал в берлоге а комар большой потеряевский сел ему на нос и укусил но он так как хлопал по носу а комар взлетел и над ним жужжит он посмотрел чё ему не сидится комару этому а я лежу посмотрел кверху сосны качаются вершины ох ох и сосны стоят качаются да наверное ветер там наверху а чем они качаются посмотрел облака плывут и облака на месте не стоят а говорят еще и земля во вселенной крутится где-то да как раздумаешься один я медведь только хороший во всей вселенной лежу никому не мешаю я отхожу все но все тогда все с богом все с богом вас что-то присылать нет спрашивай а того то что сейчас говорили там все с батюшкой это вам присылать это нет потом ну присылайте конечно интересный будет ролик делаем все я пошел все христос спаси христос отключайтесь